Всем привет! А это ежедневный обзор на седьмой день щелчка. А на самом деле, это был бархат от Татьяны Александровны. Сейчас мы расскажем вам, что вы должны были делать сегодня. Ну, сегодня на самом деле по математике у вас типа выходной, но как выходной? С учетом количества материала, который у вас был за прошлые шесть дней... Выходной. Выходной вряд ли, вряд ли получится, да? Вот, вы должны были сегодня по возможности закрывать долги по математике, потому что завтра по математике, это то, что нужно будет делать завтра, уже стартует стрим в лайве в 16.00, это все кредиты за три часа. Потом еще будет стрим по вкладам по оптимизации, то есть мы 16-ю повторим полностью, но завтра чисто все кредиты, вот. Ну, а самое главное, что вы должны были делать сегодня, это вот эти русские, потому что сегодня что? Сочинение, сочинение. Но сегодня... Бархат был еще вчера, на самом деле, друзья, сочинение. Так вот, дело в том, что по-русскому сегодня тоже выходной, выходной Камбербэтча, да. Дело в том, что по сочинению у вас нет ДЗ, у вас есть пробник, который вы сдали, который сейчас полтора десятка сочинений этих всех тысяч там располагается, и математики, и всего остального, это просто ужас. Ну, мы про это говорили, короче, все проверится. И проверится даже вопрос не после ЕГЭ, до ЕГЭ, не, не, оно проверится сильно раньше, чем ЕГЭ. Мы начали специально, как раз-таки в том числе из-за этого заранее. Оно проверится так, что у вас будет еще там неделя, чтобы это осмыслить. Это как в начале, когда дети обрушили сайт, тут они поставили перед нами задачу, решая которую, а мы не могли ее не решить, вы же понимаете. Решая которую, мы вообще, то есть, какие-то новые ходы использовали, и очень важные, и очень полезные, и вообще крутые. Вот, в том числе и для вас, в первую очередь для вас. Вот, так что, да, дети уже второй раз поставили перед нами новые задачи только за щелчок. Нет, нет, это круто, потому что такой бесплатный щелчок именно с проверкой мы делаем первый раз именно с проверкой. И это как раз-таки нужно было, чтобы понять, какие мощности нужны на это время. Естественно, мы это уже поняли, как учесть в следующем году. Это колоссальные расходы, чтобы вы понимали. О, да. В деньгах это миллионы, 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 миллионы плюсом только на эти проверки. Только на проверки, да, это несколько миллионов, да, так и есть. Да, не несколько миллионов. По совокупности... Ну, только на математику и русский, только на проверку. Да, да, да. Несколько миллионов. Это не суть. Это круто, мы это сделали, и все проверяется каждый день. Оно, кстати, проверяется с конца, кто сдал 8 мая, 9 мая, там, и так далее, вот. Да-да-да, друзья, если у вас работа сдана, она будет проверена по-любому, не надо по этому пункту переживать. Их уже проверены тысячи, тысячи, вот. Просто эта проверка не такая ультра-быстрая, как на щелчке, на годовом курсе, вот. На годовом курсе быстрее, а на щелчке навсегда дольше. Она дольше, ну а чего вы хотели, да. Что завтра по русскому языку? Завтра по русскому языку у нас возвращение к заданиям на заучивание, это задание 6-7. ДЗ по ним уже опубликован, и все в порядке, вы можете их пререшать. Завтра будет вебинар по заданиям 4-7. Ролики по номерам 4-5 у вас давно, ДЗ по ним давно, 6-7 ДЗ есть, ролики есть тоже давным-давно, и вот теперь уже вебинарчик. Вот, так что те, кто готовился, те, кто что-то делал, вы все уже к этому во всеоружии готовы. Сегодняшнее дело, ребята, напоминаю, зайдите под вебинар, пожалуйста. Под ним уже есть все ссылки для того, чтобы вам подготовиться к сочинению на максимум, уже прямо сейчас. Там все материалы. Ваш 21 балл за сочинение лежит под вебинаром моим сегодняшним. Сегодняшний вебинар, кстати, крайне полезный по сочинению, просто сегодня в описании будет не 6 ссылок, а 7 же есть. Седьмая ссылка, это будет ссылка на сегодняшний вебинар по сочинению, потому что я лично его весь смотрел. Это действительно крутой вебинар по сочинению для тех, особенно, кто прям вот ничего не делал, или повторить. Ну, кайф, реально. Ну, для меня он был новым, инновационным, я такой вебинар еще не делала, вот, он совершенно особенный. Притом он достаточно простой и понятный, и для тех, кто с нуля, и для тех, кто продолжает подготовку. Я попыталась соединить это все, вот, и там материалы такие, ой, вы закачаетесь, друзья, я вам серьезно говорю, вот такие дела. В общем, в описании под этим роликом будет ссылочка на вебинар, переходите на вебинар, и под ним тонна полезных материалов. На вебинаре даже сказано и показано, что это за материалы. Итого, нужно понимать, что с этого момента наступает такая другая стадия щелчка. Здесь теперь каждый день будут вебы в лайвы, и по-русскому, и по-математике. И смотрите обязательно гайд, и по-русскому, и по-математике, чтобы понимать, что, когда вам делать, потому что сейчас начинается самая напряженка. В описании у нас будет семь ссылочек, седьмая ссылка, я сказал, на сегодняшний стрим по русскому языку, по сочинению. Две ссылки на подключение бесплатного щелчка, две ссылки на гайды, и две ссылки на первые организационные стримы. Это все еще актуально, потому что до ЕГЭ у нас по-русскому две недели, по-математике получается 17 дней. Мы раньше, позже начинали. Уже уработались, главное, не перегорите, уже много чего сделали, а еще кто-то говорит, две недели мало, две недели это гора, это туча, это океан времени. Многие еще вчера писали, что закрыли все долги по-русскому, я думаю, ну ничего себе, если вы не тот, кто закрыл все долги по-русскому, не переживайте. Щелчок. Раньше был даже не две недели, правильно? Десять дней. Вот. А некоторые интенсивы где-то, где-то там еще в этом мире, они вообще длятся дней пять или семь. Поэтому две недели это прекрасное, отличное время, за которое вы все успеете. Имеется в виду с этого момента. Наш-то будет длиннее как раз в том числе из-за проверок, чтобы вы получили за какое-то разумное время. Не сейчас дольше, но за разумное время до ЕГЭ. Кстати, если, не если, а так точно и будет. Сейчас мы, там подключаются новые эксперты, подключаются, подключаются, мы наращиваем темпы проверки. То есть увеличивается количество работ, которые можно проверить за день. Мы их все равно проверим, причем за приличное время до ЕГЭ. Да. И сделаем бонус. Я думаю, еще что-нибудь. Ну, типа мы поймем уже реально сколько мы можем и скажем, ну вот там для первых там тысяча-две там вот присылайте, кому очень надо. Короче, упроверяемся в хлам. Вот. Нам же мало. Да. Ну, очень мало. Очень мало. Да. До октября. Да. Себе поставим каждый день бесплотные проверки. В любом случае, товарищи, еще раз пишите, пожалуйста, в чат. В комментарии, точнее, извините. Кто, если отстает, что вы планируете сделать или как вы нагоняете. Те, кто уже сейчас все сделал, все долги закрыл и приступает к дальнейшему щелчку с чистой совестью, это прекрасно. Вас много. Мы вас поздравляем, вы молодцы, вы просто best of the best. Но, если вы отстаете, тоже напишите. А как вы будете нагонять, не переживайте. Ваше время, это две недели до русского, это очень много. Вы все успеете прямо сейчас, спланируйте и напишите нам в комментариях. Это ты про то, для чего вообще эти ролики. А эти ролики для этих комментариев. Чтобы вы пришли и написали в комментариях, либо как вы планируете две недели эти провести, если вы только подключились. Либо что вы сделали сегодня по плану, который указан в гайде. Чтобы смотивировать других ребят, самому смотивироваться и самодисциплинироваться. Вот и все, это был. Давай этот, смотри, ты бархат делал, я делал. Давай одновременно. Двойной бархат. Смотри, говорим, это был обзор. Это был ежедневный обзор на седьмой день щелчка. Поехали. Три, четыре. Это был ежедневный обзор. Ежедневный обзор, ты забыл слово ежедневный. Это был ежедневный обзор на седьмой день щелчка. Это был ежедневный обзор на седьмой день щелчка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. А, пишите комментарии. Всем пока. Продолжение следует...